Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня с помощью двух своих прекрасных учениц Дианы и Эбигейл я покажу вам лучшую тренировку. Лучшую тренировку для построения красивого стройного тела. Лучшую тренировку для жиросжигания. И лучшую так называемую функциональную тренировку. Но вы должны понимать, как говорит и объясняет профессор Виктор Силуянов, что общей функциональности не существует. Общая функциональность складывается из функциональности каждой отдельной мышечной группы, которая в свою очередь складывается из того, сколько в каждой мышечном волокне каждой мышечной группы находится митохондрий. Естественно, чем больше митохондрий, тем вы функциональнее, тем вы выносливее. Не забывайте о том, что тренировка сердца не является тренировкой выносливости. Выносливость тренируется как раз таки специальными методами, специальными техниками на каждую мышечную группу. Больше всего мышечных волокон в крупных мышечных группах. Это логично и понятно. Поэтому, соответственно, нужно все наши мышечные группы периодически тренировать на выносливость. То есть тренировать на медленные, а правильнее на окислительные мышечные волокна. Чем больше митохондрий, тем мы с вами выносливее. Тем меньше мы закисляемся. Тем более мы выносливее с точки зрения силовой выносливости и с точки зрения аэробной выносливости. Повторяюсь. Сердце это идеальный орган. И тренировать его специально не нужно. Это нужно только двум-трем специальным, специфическим спортивным дисциплинам. То, чем мы с вами занимаемся, прекрасно тренирует сердце непосредственно в самой тренировке. Отдельно как-то его тренировать не нужно. Перейдем непосредственно к самой тренировке. Погнали. Сегодняшняя тренировка подойдет и парням и девчонкам. Выполнять ее можно после того, как вы освоили технически грамотно и уверенно такие упражнения, как становая тяга, приседания, подтягивания, отжимания. Для чего это все нужно? Потому что технически движения очень сложные, как в тяжелой атлетике. И техника в данной тренировке конкретно в каждом отдельном упражнении на первом месте. Любое упражнение из данной тренировки является базовым. Работает много суставов. Практически все суставы работают. Выброс гормонов колоссальный от каждого упражнения. Естественно, с помощью данной тренировки вы можете контролировать уровень жира в своем организме путем подстроения питания. И не важно, к какому типу строения вас относят. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. Все это относится только к питанию. Основы тренинга для всех одинаковые. И если кто-то из трениров говорит вам обратное, то человек просто не понимает сути тренинга, физиологии, анатомии. Конечно, все мы с вами разные. Но если бы мы были с вами разные с точки зрения биохимии, физиологии, то не было бы такой дисциплины, как медицина. Аптеки были бы бесполезны. Потому что под каждого человека приходилось бы подбирать индивидуально обезболивающее. Любой другой препарат. Но все мы знаем, что все препараты на всех людей действуют одинаково. На кого-то, конечно, больше, на кого-то меньше. Но вся суть в том, что тренировочные принципы для нас для всех одинаковые. Данная тренировка является как формирующей, так и жиросжигающей. Все зависит от того, какого плана питания вы придерживаетесь. Итак, начнем. Первое движение – это экстензии спины. Работаем на 15-20 раз. Между каждым упражнением мы будем отдыхать от 30 секунд до 1 минуты. Естественно, начинать будем с 1 минуты. По мере нашей тренированности мы будем делать меньший период отдыха между каждым упражнением. В запрыгивании на высокую опору нужно сделать 10 повторений. Чем выше опора, тем лучше. Не переживайте о том, что вы можете удариться коленями. Чтобы этого не происходило, нужно грамотно выполнять упражнение. А для этого нужно, когда вы выпрыгиваете, поджимать коленки к груди. Для парня это не проблема, а вот девчонки в основном прыгают так, что поджимают пятки к попе. Это неправильно. И не смотрите на опору. Если вы подошли к боксу или к любой другой опоре, то страх нужно убрать. Нужно делать. Страх будет мешать и страх будет тормозить на каком-то участке амплитуды. Это может привести к тому, что вы просто больно ударитесь. Упражнение с мячом. Это шикарнейшее упражнение. Взрывное упражнение. И выполнять его нужно, мощно ударяя мячом о пол. Как можно сильнее. Представьте своего врага, начальника, либо какого-то другого человека, который вас раздражает. И сильно, мощно ударьте о пол. Но движение выполняется за счет резкого приседания. Резкий присед и мощный удар мяча о пол. Посмотрите, спина, как и в приседаниях, всегда ровненькая. Мы соблюдаем технику. Не наклон нужно сделать, а присесть резко. Мяч получает ускорение. И добавить это ускорение за счет рук. Руки расслаблены. Встаем с мячом. Мы спокойно, не спешим. Суеты нам не нужно. А вот вниз движение мощное, резкое, подконтрольное. В идеале мяч не должен от вас откатываться. Не переживайте, если сразу у вас не получается. Все со временем придет. Но повторюсь. Данная тренировка принесет гораздо больше пользы любой девочке, женщине, мечтающей избавиться от подкожного жира. За счет того, что выплеск гормонов анаболических кровь колоссальный от каждого движения. И если сравнивать это с классическим кардио, то классическое кардио просто по 10-бальной шкале, наверное, не получит даже единички. А данная тренировка 10 с плюсом. Почему? Попробуйте и сами поймете. Для тех, кто не разбирается, я скажу, что классическое кардио сжигает жиры, калории, точнее, только в момент его выполнения. Чем дольше вы выполняете монотонную классическую аэробную работу, тем хуже после того, как вы остановитесь ее выполнять. Да, как только вы останавливаетесь, все процессы замедляются, в том числе процессы метаболизма. Негативно сказывается классическое кардио и на иммунной системе. А вы понимаете, что нам это не нужно. Также она угнетает центральную нервную систему, потому что нет ничего хуже однотипной, однотонной, монотонной работы. Чтобы вы понимали, насколько это вредно, я вам скажу, что в Америке на конвейерах, когда еще конвейера были здесь, нельзя было работать больше двух лет на одной операции. То это считалось пределом. Почему? Потому что человек получал колоссальные хронические заболевания, угнетался иммунитет, падал метаболизм, жизнедеятельность человека ухудшалась, здоровье ухудшается. Поэтому, ребята, никакого классического кардио, только в качестве разминки и заминки, до и после тренировки соответственно. Шикарнейшее упражнение с канатами. Обращайте внимание на то, как нужно его выполнять. Не машем руками, а движение начинается как в боксе, от ноги, от стопы, волной перетекая к руке. Руки расслаблены. И движение происходит за счет мощного взрыва всего тела. Не переживайте, сразу не получается, получится. Главное – тренироваться. Мы с вами приходим на тренировку для того, чтобы тренироваться. Смотрите, насколько высоко запрыгивает Эбигел. Она тоже этого боится, но я ей объяснил, что страх мешает. Можно бояться, не боятся только глупцы и мертвецы. Мы с вами, живые люди, все испытываем страх. Это нормальная реакция. Но страх нужно испытывать и можно испытывать до того, как вы начали что-то делать. Перед тем, как вы подошли к боксу, все, никакого страха. Иначе вы ударитесь, больно ударитесь о бокс или о другую выступающую поверхность. Нам этого не нужно. Мощно выпрыгиваете вверх, поджимаете коленки к груди. И вы просто будете залетать на опору, на платформу. Повторюсь, между упражнениями от 30 до 60 секунд отдыха. Шикарнейшее упражнение – рывок гири над головой. Руки расслабленные. Точно так же, как и с мячом, мы работаем ногами. За счет мощного распрямления ног гиря вылетает вверх. Вверху вы ее просто останавливаете руками. До этого момента руки расслаблены. Потренируйтесь с небольшим весом. Движение кинетически передается постепенно от ног к рукам. Но руки всегда расслаблены. Гиря вылетает за счет мощного распрямления ног. Мяч. Хоба резко присели и ударили им о пол. На самом деле движение начинается именно с резкого приседа. Руками мы просто уже мяч направляем, добавляем к земле. Тяжело? Устаете? Здесь сочетается аэробная и анаэробная работа. Всегда держите спинку пробника. Берете вы мяч с пола, либо другой предмет. И особенно обращаю ваше внимание, особенно девчонок, на то, когда вы заканчиваете любое упражнение, вы почему-то позволяете себе круглить спину. Техника должна быть идеальной на протяжении всего движения, на старте движения и также после его окончания. Расслабиться можно только тогда, когда вы отошли от снаряда. Штанга, бревно, мяч, гиря – это не важно. Любую нашу тренировку, по крайней мере, которую я вам рекомендую, всегда нужно рассматривать в точке зрения сохранения здоровья. Сохранение и улучшение здоровья. Никакого полезного действия мы с вами не получим от того, что нарушили технику. И никогда, ни при каких условиях мы не должны нарушать технику. Мы с вами либо выполняем упражнение грамотно, технически, идеально, либо прекращаем это делать. Как только вы почувствовали, что усталость мешает вам выполнять упражнение правильно, нужно его оставлять. Если вы чувствуете, что вес чрезмерен для вас, не нужно тренировать свое эго, не нужно ему потакать, уменьшите вес. Мы с вами приходим в зал, повторюсь, для того, чтобы не только хорошо выглядеть, но хорошо себя чувствовать и быть в первую очередь здоровыми людьми. На это и направлены все наши тренировки. Для чего мы избравляемся от жира в организме? Потому что без жира наш организм лучше себя чувствует. Для мужчин это очень важно. Чем больше жира в мужском организме, тем меньше тестостерона. И эта пропорция действует в обратном порядке. Чем больше тестостерона, тем меньше жира. Это очень важно. Тестостерон для мужчин самое важное. Без тестостерона нет мужчины, нет мужского здоровья, нет мужской силы. Для женщин тестостерон также важен, и он присутствует в их организме, но гораздо в меньшем количестве. И не стоит бояться выглядеть мужеподобно. Если вы дополнительно не принимаете в виде таблеток или уколов, анаболических андрогенных стероидов, вы никогда, девушка, не станете мужеподобной. Чем сильнее вы будете становиться, чем выносливее вы будете, тем сексуальнее вы будете с точки зрения именно женской фигуры. Ведь женщина красива за счет мышц, а не за счет жира. Не забывайте, худая корова еще не газель, я это постоянно говорю. И если вы пытаетесь просто сбросить жир, то картина может быть очень плачевной. Вы не знаете, как вы выглядите под слоем жира. Поэтому, если вам рекомендуют сначала заниматься кардио, бегать, нет ничего глупее. Эти люди застряли в далекой древности. Они не понимают современных научных исследований, которые доказывают, что силовая работа гораздо эффективнее, чем кардио-работа. И тренировать сердце не нужно. Сердце, тренированный орган, оно будет тренироваться вместе с вами, когда вы выполняете ту или иную работу. Тренировать сердце нужно только в нескольких видах спорта, где это просто крайне необходимо. Во всех других видах спорта сердце подстраивается под вас. Повторяюсь, классическое кардио нам нужно только 10-12 минут максимум в начале и в конце тренинга. Только для того, чтобы в начале тренировки разогреть, подготовить свой организм к работе, а в конце тренировки, чтобы привести свое состояние организма до тренировочного состояния. Для чего это нужно? Тоже для того, чтобы сердце потихонечку плавно успокоилось. Кто не знает, я скажу, что кардио в конце – это заминка. И если в начале мы с вами делаем кардио нагрузку, повышая темп, то в конце тренировки все наоборот. Мы начинаем сразу с хорошего темпа, постепенно-постепенно замедляя его, вплоть до полной остановки. Это залог вашего здоровья, здоровья вашей сердечно-сосудистой системы. Никогда, ни при каких условиях не растягивайтесь между подходами и между повторениями. Это может негативно сказаться на состоянии, на тонусе наших мышц, которые мы подготовили к работе, и может привести к травме. Травмы нам с вами не нужны. Хотите быть хорошенькими, симпатичными, стройными, как Эбигилл – тренируйтесь. И в первую очередь не забывайте о питании. Какая бы идеальная тренировка ни была, если вы будете иметь лучшую в мире тренировочную программу тренера, но будете безобразно питаться, вы не получите никакого эффекта, никакой пользы. С точки зрения именно эстетики. Потому что питание определяет, как мы с вами выглядим, как мы себя чувствуем. Метаболизм – это то, что влияет на то. Увеличиваем мы с вами мышцы, либо пережигаем жир. А девчонки и мальчишки, на первых порах, когда вы только ознакомливаетесь с силовыми тренировками, можно делать два этих действия одновременно. Увеличивать, укреплять свои мышцы и уменьшать жировую прослойку. Ни в коем случае не меряйте свой результат по весам. Особенно это касается девочек. В начале первых месяцев, а может быть даже два, ваш вес может увеличиваться. И так и будет. Ваш размер ног, всего рук может увеличиваться. Не потому, что вы становитесь жирнее, а потому, что мышцы крепнут, наливаются водичкой. Вы даете работу своим мышцам до этого момента, которые не работали. Можно сказать, были атрофированными. Естественно, вы укрепляетесь, набираете вес. Но уже к концу третьего месяца вы увидите, как вы изменяетесь. И вообще мой совет выбросить весы. Никогда не мерить свой результат по весам. Зеркало и фотографии. Только это будут показывать ваш истинный прогресс. И какая разница, сколько мы с вами весим. Главное, как мы с вами выглядим. Я думаю, и для парней, и для девчонок, особенно для девчонок, это в первую очередь важно. Повторюсь, каждое упражнение из этого комплекса, каждое, является базовым, гормоновыбрасывающим, функционально тренирующим все ваше тело. Работают абсолютно все мышцы, которые у вас есть. Обязательно сохраняйте тот порядок упражнений, которые я вам показываю и предлагаю. Первое это экстензии спины. Затем отдых. Канаты. Отдых. Запрыгивание на высокую опору. Отдых. И махи гири. Отдых. Удар и мячом о пол. Отдых. И толчок бревна. Если у вас нет бревна, используйте гриф, бодибар. Не важно, что. В конце концов, гантельки можно толкать. Самое главное, соблюдать технику. Все движения, в первую очередь, зависят от ног. Почему так? Я не знаю, говорят ли вам ваши инструктора, учителя, что в основном все наши рецепторы, которые помогают, позволяют пережигать калории, жир, находятся в ногах. И чем больше мы даем нагрузки именно в базовых движениях с использованием ног, ягодиц, спины, тем лучше и эффективней сама наша тренировка. Это очень важный момент, на котором следует заострить свое внимание. Можете почитать об этом более подробно. Обратите внимание, толчок бревна или бодибара, грифа от штанги, что вы будете использовать, тоже происходит не за счет рук, а за счет резкого выпрямления ног вы как бы хотите выпрыгнуть. Бревно получает импульс, вылетает вверх, и вы его просто ловите над головой. Не перед собой, а над головой. Опускаете его на грудь. Это практически тяжелоатлетический толчок. Бревно кладем тоже ровненько. Всем пока! Всем пока! Подведем итоги, друзья. Данная тренировка Это лучшее, что может быть для вас, если вы хотите быстро, максимально сжечь жиры. Но не забывайте, что если вы не соблюдаете законов правильного, полноценного, рационального питания, то даже самая лучшая тренировка не даст вам никакого положительного эффекта. С точки зрения жиросжигания и ваши мышцы, если они у вас, конечно, есть, так и останутся под слоем жира. Можно иметь самую красивую попку и пресс, если вы девочка, но под слоем жира никто никогда этого не заметит. Я рекомендую именно данный вид тренинга. Естественно, после того, как вы отзанимались уже как минимум месяца три в тренажерном зале, освоили необходимую технику в приседаниях, становых тягах, умеете отжиматься от брусьев, знаете, как правильно тренироваться, сохраняя идеальную технику. Тренируйтесь, питайтесь, отдыхайте. Только тогда вы увидите прогресс от своих тренировок, от усилий, которые вы вкладываете, как в спортзале, так и на кухне. Не забывайте о полноценном отдыхе без хорошего сна, восстановления. Те же тренировки и питание также не будут приносить того результата, которого вы могли бы добиться, полноценно отдыхая. И не забывайте о том, что нужно пить достаточное количество чистой воды. Для тренирующегося человека это два литра минимум. Привет, друзья. Давай, one... one... I can't pronounce it. Дру... 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 Зия. Зия. No, 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 c. Дру... Зия. Друзья. Привет, друзья. Дру... Зия. Сем. 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 The first one is we. Сем. The first one is we. Ви. Сем. 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 I can't see it. Okay, right now. Сем. Wait, he's gonna write it. I can't do it. Сем. Пока. Сем. Пока. Трай. Привет, друзья. What is it? Привет, друзья. Привет, друзья. Good, good. What is it? Привет. Привет. Друзья. Друзья. What is it? Дру-зья. Дру-зья. Есть. Привет. Oh, God. It's easy. Друзья. No. Come on. One. I can't do it. Good, good. Do a easier one. Привет, друзья. Higher. Cool. Very good. Come on. Smile. And you can. Come on. Привет, друзья. It's easy. No. Come on. Привет, друзья. Yes. Look. Smile. Привет, друзья. Привет, друзья. Cool. And увидимся на тренировке. Yeah? No. Okay. How about one? Just one word. What is it? Всем пока. Всем пока. Всем пока. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok